всем привет с вами однорукий борис и мы с вами продолжаем покорять космос в игре под названием космические рейнджеры это вторая попытка пройти игру которую я начал в прошлой серии вот думал я что в этой прошлой серии у нас колеса на и будут попроще вот но как видите они захватили атрио и идет война в двух других системах вот что сегодня я хочу в этой серии сделать вообще так как у меня денег нет вот мне нужно их немножко немножко заработать вот хотя сейчас я вот посмотрел то что у меня есть на корабле ух ты сейчас моя строится объем первый раз за все прохождение это здорово вот сейчас я подберу минерала вот эти вот нам это необходимо потому что это для нас будет заработка вот все вот эти лежащие неподалеку минералы подберем продадим заправимся 256 практически тысячи кредитов у нас благодаря минералом и то что сделал да тут кстати некоторые корабли могут уничтожать то что у них лежит на пути вот и я сразу извиняюсь за звук который мог меня перебивать до этого момента вот я надеюсь что меня было слышно до этого момента вот так хорошо подбираем подбираем все что плохо лежит вот сюда полетим потому что здесь у нас больше всего минералов я думаю что пока что на этих минералах мы и остановимся хочу шидир может быть в шидир слетать разведать обстановку так сказать а смотрите осталась одна единичка свободного места а у нас тут минерал 4 единицы как говорится губу раскатал хотел побольше подобрать ну что поделать покажет что мы нищеброды и пока что для нас это необходимость вот короче сейчас собираю последние минералы вот прям точно последние и после этого лечу что-то делать как вы уже поняли я может быть сейчас полечу в шидир посмотрю чё там потому что мне кажется что возможно уже пора колесам сан бить возможно они нас бить будут ну-ка стой 5 и 10 если сейчас не уничтожат не трогай пожалуйста хорошо спасибо человеческий корабль синего цвета да синие точки это люди дальнобойщик изумруд так ой 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 нечаянно прилетел в планету короче вот все отлично некоторые деньги у нас есть это уже хорошо так давайте ну хотя бы так хорошо посмотрим что у вас тут есть 450 ну у меня вроде тоже неплохой но здесь я бы не купил потому что 78 единиц 78 тонн занимает вот а у меня это офигеть мало мест хотя 33 плюс 69 смотрите почему я 33 взял потому что реакторный двигатель 33 весит ну вот 33 плюс 69 будет 102 и тогда вот у нас получится да поместить этот двигатель но у нас не хватает денег и не хватит даже в том случае если я продам свой двигатель опа пират враждебный пират может быть попробовать его на него бугануть а я так нормально его дамажу может быть мне купить какой-нибудь какого-нибудь дроида или вот точечный генератора защиты давайте генератора защиты куплю пускай у меня будет меньше сейчас вместо 36 да вот это вот можно сейчас купить 3 кредитов не хватает но здесь 18 да а у меня здесь 26 вот отлично 44 конечно блин опять потратил все деньги это и вообще нельзя так но щиту поделать так а мы ладно мы с вами полетим давайте в регулус полетим или в регулус ухажите название как же я как же я силен в астрономии и в названиях а прилетел гад щас я тебя тут а у него защиты 0 как так слушать это хорошо что он куда-то там отвлекся вообще вообще я считаю что куда я вообще лезу с такими жизнями колеса нам это вообще я считаю это вообще не надо так делать вот но на самом деле я там хочу просто сохраниться и просто тупо посмотреть это знаете как в поликлинике типа мне только спросить так и здесь мне только мне только посмотреть так здесь как обычно я подбираю минералы чтобы мы смогли по прибытию и починиться и заправиться вот вы можете написать в комментариях интересно ли вам вообще смотреть как я тут летаю и подбираю минералы потому что это не первая серия где я этим и занимаюсь и возможно это неинтересно вот с другой стороны мне кажется что это будет отражать весь геймплей данной игры и чтобы вы понимали что тут не все так просто может быть приходится как говорится гриндить грубо говоря так о 13 отлично у нас свободного места 18 и естественно 13 штук у нас а а в генералов поместится это это замечательно сейчас мы все это дело продадим будет у нас чуть-чуть больше денег чем у нас сейчас написано это вот здесь вот 251 кредит все язык поворачивается назвать их это рублями но я изо всех сил стараюсь не называть кредиты рублями но но вот почему-то очень и очень хочется так хорошо смотрим что тут у вас есть вот мне бы корпус вот такой вот 325 это больше чем о 400 ну-ка ну-ка 440 136 288 ого слушайте а мы можем сейчас пожертвовать вот этим оружием да давайте так и сделаем и куп ой тут 63 ну ладно давайте 42 все два разрывных оружия так у нас скорость какая 400 нормально так хорошо конечно денег у нас нет никаких всего 12 кредитов велес захватывает прикиньте так сейчас мы летим делаем разворот такое бывает это не я разворот такой сделал это сам компьютер просчитал такую траекторию такое бывает вот давайте мы здесь сохраняемся вот я это делаю специально чтобы потом денег ой времени не тратить сейчас посмотрим как она у нас тут вообще о протоплазма то сколько ну-ка а сколько вас тут о го смотрите эгемон а это вообще-то самый крутой самый тяжелый корабль вот вот почему тут сдали эту систему сейчас я попробую захватить вот эти вот этот протоплазму а я и назад не могу вернуться это на самом деле безумие смотрите 122 жизни ко мне уже прилетел эгемон но это все это моя смерть но смотрите благодаря вот этим вот пушкам разрывным я я понял что я могу хотя бы простым мутятам противостоять вот они маленькие слабенькие вот тут смотрите тут-то эти самые военные прилетели ну-ка они что к нам летят в нашу сторону ой с ними поговорить могу рады видеть вас борис наша группа по послана для освобождения системы шидир будем рады если вы поможете нам держитесь рядом истребитель геракл это хорошая новость шидир это это ж мы только что туда летали слушайте у нас оказывается есть шанс того что мы все таки освободим эту систему хотя мы знаем что там эгемон и с эгемоном шутки на самом деле плохи вот сами видели что это здоровенный корабль короче и ну он просто мы для него это вообще фигня тем более у нас жизни мало так он у вас тут сколько ребята четверо а чё так мало нужно больше посовите молоков у них толпы побольше собираются чем у всех остальных о полетели так хорошо сохраняемся отлично сейчас полетим так хорошо хорошо шидир выбираем сохранились ой хорошо что их последний буду так и тут же сразу же сохраняемся в дополнительное сохранение так ребята подождите меня я хочу вам помогать блин военные зачем вы портоплазму убиваете а зачем вы себя ведете как а вот этот к нам летит смотрите сам прилетел здесь сейчас мы их будем тут это самое а не а вредим он на нас на нападает аёте на наста все сильные сразу напал это а вы чё на нас что ли что у нас у меня запомнили что ли а чё я вам плохого то сделал так не вы знаете что сделать мне бы хотя бы одного колеса нам убить ну вот убить одного колеса на надеюсь что и вот с этим я справлюсь вот плюс справится то я справлюсь но остальные могут с другими колеса нами не справиться и все а справился отлично так они связи ребята мне тут жабрадюсы давайте же макро абонет тар сделаю мне блин 15 жизни давайте я вот к этому другану полечу рога из рогой зернука друган друган это еще он мне не хочешь помочь с рогозером так а тут еще кто-то вылетел кики пешок слушайте как он быстро справился с тихо стой стоять стоять ой-ой-ой нашего тут бьют я даже не знаю как с кого начать здесь давайте я это самое в автоматическое сохранение сохранюсь креста на и одержали победа секторе велес захватили псих док сейчас захватывает офигеть то что они такие вообще про это пузырь может быть я тут найду какой ним какого-нибудь колеса анского дроида потому что блин пару выстрелов я все так слушайте ребят агритесь пожалуйста на других так хочу это ко мне летишь а так смотрите еще один рейнджер прилетел слушайте классно классно потрясно так секунду а чё это у меня не все все нормально все у нас сейчас задача просто тупо выжить просто тупо выжить потому что тут так ясно тут кажется мы не выживем и давайте тогда загружусь вот здесь жизни 92 про это пузырь жабра дюза а вот так какой-то полетел блин в толпу мне в толпу не надо что в толпе меня сразу того ну наверное ты меня тоже того сразу понятно что такое почему так сложно то так может быть нам сейчас загрузится вот здесь я даже не знаю давайте попробую давайте попробую это прямо знаете сложно читаю когда я проходил раньше эту игру и оказалось что тут легко так давайте выцепим кого нибудь так хорошо отлично так ли а бывает так вот сейчас смотрите сильные на меня никак не загрелись поэтому быстро улетаем от себя до ну отлетаем на достаточно маленькое большое расстояние все и тупо расстреливаем вот этого другалька нашего мутенка так у тебя что выпало конец я а и это что такое это что такое анализ химического состава давайте хотя бы вот это вот подберу так так здесь давайте вот здесь вот троечку поставлю и нажму на сохранить самое сложное это вот лимон лимон а на меня вон а нет он не на меня летит да ладно меня какой-то этот отвлек мутенок так и камеры туда-сюда шарахается вот блин из-за какого-то мутенка у нас фигня случилось так загружаемся вот здесь и лучше здесь в троечке так мы где мы здесь хорошо так ну-ка что такое 1500 и у нас 1500 это сколько весь 17 а давайте я это возьму у нас то так то больше весит слушайте может быть вот этому помочь давайте опять сохранюсь на тройку все-таки вдвоем то мы справимся быстрее блин вот это вот конечно плохо блин 28 жизни у нас осталось этот мутенок гад прилетел блин хотя давайте я сейчас попробую сразу на него напасть тем более он на меня нападает ну что давай разберемся по-мужски разберемся по-мужски есть я его победил протопузырь а вот тут уже сложно получается еще один мутенок вылетел так а тут ребята наши где интересно потому а не в нашу сторону это это супер а вот а не как-то сейчас куда ты летишь то а так пока что мы давайте 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 f2 вот так так значит 23 мы выбрасываем 17 ставим тут кстати можно колесанское оборудование оставить но только не все так 26 здесь просто пузырь 21 весит а сколько он в нем 26 а мне 25 и 20 он весит а здесь конечно даже не за 28 здесь здесь 25 ладно беру вот этот так теперь я протопузырь вот так вот делаю смотрим хорошо вот если что улететь могу куда-нибудь так а ребята с агеймоном справились я надеюсь смотрите с агеймоном справились так а тут смотрите где у меня а стой 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 пожалуйста двадцать четыре девятнадцать да ладно хорошо я понял так мы подальше от мутенка летим это у нас что протопузырь скольких двоих кле саны победил давайте мы а зачем я загрузился то ладно хорошо берем значит протопузырь что у нас тут вот это вот выбрасываем вот это вот меняем все и отлетаем жизнь у нас крайне мало 34 всего лишь и в 2 сохранится до сохраняемся на троечку и сейчас вот потихонечку следим тут за с тем происходящим это тихо блин я надеюсь рейнджер смогет а вот ему к нему летят другие да елки-палки ну ка система щедир освобождена есть класс теперь теперь мы быстро летим а теудорх вот она давайте сейчас мы сохраняемся на тройку главное чтобы в нас не влетел стероид и и никакие пираты на нас не напали что главное чтобы мы долетели есть долетели хорошо слушайте освободили систему это просто супер борис какой замечательный пример героизма и отваги вы подали нашей молодежи мы стремимся следовать вашему образцу позвольте вас отблагодарить за освобождение нашей системы от нашествия к лесам от имени всей нашей системы мы вручаем вам знак отвечающий вашей доблести орден достоинства надеемся что этот жест подтолкнет вас на новые подвиги рад был помочь классно так мне бы хотя бы подчиниться хорошо ой хорошо что я это самое все здорово так смотрите у нас одна медалька орден достоинства награда учрежденная галактическим советом вручается рейнджерам и прочим пилотам активно борющимся с клесанами супер очень классно так и сейчас смотрим 56 очков воина нам осталось и чего мы здесь на тридцать четвертом ну ладно зато смотрите два колеса на убили четыре пиратов убили и освободил систем одна круто так ну-ка а может быть вы мне дадите задание дорогой борис вы конечно же можете оказать нам услугу с планеты умей система атлан ну-ка это где вот она я просто думаю как туда долететь в антарез потом отсюда в процион могу возможно даже смогу в атлан долететь сразу так с планеты умей система атлан к нам прилетала известный шаман который читал здесь курс лекций по кибер-мнемонике телепатии и наведению порчи когда он улетел то случайно именно случайно забил забыл свою чаш чхашу но недавно мы опять же случайно совершенно случайно ее нашли и теперь очень хотим поскорее возвратить владельцу это невообразимо древняя и ценная вещь если вы не доставите чхашу до 7 апреля 2001 года мы будем считать вас вором и заклеимым позором и кроме того ее длительное пребывание рядом с вами может негативно сказаться на вашей ауре вы же не хотите чтобы вас считали вором и сглаженным не так ли а вот да такое такие вот тут задания давайте я сохранюсь уже на основе так и берем это задание заключили сделку 70 дней ох я не знаю успею ли за 70 дней самое главное мы освободили систему хотя бы одну так ничего больше мы тут не подбираем так мы сейчас опять продолжаем зарабатывать деньги я сейчас попробую ну-ка ну-ка посмотрите альдибу освобождают классно так здесь пиратская база научная станция можно было бы макроабониатор сдать им но мне сейчас нужно прилететь на планету 55 дней не знаю посмотрим как у нас получится или нет сразу долететь до нужной системы ну-ка мы даже до порциона не долетим ввести что ли чьи-то на деньги не на самом деле я этого делать не буду ммм процион долетишь нет не долетишь элга да ладно полетели в элгу что-то мне кажется что я таким образом вообще не не долечу вовремя да нужная система база феяночка открылась это вот такой вот прикол с феяночка я помню когда я тусил на форумах посвящена этой игре точнее на одном форуме там все угорали именно с этого названия с феяночки а дело в том что в игре по сюжету феяне они бесполые вот гермафродит вот название феяночка она же она же подразумевает типа женский пол у феян вот именно поэтому все вот так вот у горали над этим так 23 дня нифига себе успеем ли мы долететь за сколько уже за 19 дней что-то мне кажется что нужно сейчас давайте загрузимся перед началом игры и давайте сделаем полегче 12 мая беремся за это задание видите у нас уже 105 дней это уже лучше конечно мы за это получим меньше денег но с другой стороны мы с вами точно успеем вот как видите тут на солнце нападают вот офигеть я надеюсь что там солнце это же наша родная система представляете где-то в нашей солнечной системе сейчас идут бои с клясанами а мы об этом не знаем так конечно сейчас мы будем смотреть все тот же путь вот вот но собственно это вот такая вот игра она может показаться нудной но в этом есть весь кайф потому что потому что даже вот такое вот простое задание оно может сопровождаться сложностями вот и очень а смотрите солнце отбили хорошо в общем одно и то же задание здесь хотя нет я хотел сказать что одно и то же задание может можно выполнить разными способами на самом деле не так скажем так а скажем так вот я просто думаю как это сформулировать вот короче тебе дается задание довести например что-то куда-то например чашу феяном и когда ты ее выполняю этот квест выполняешь первый раз тебе это дается легко и быстро и ты выполняешь на сложной сложности да вот второй раз когда тебе дается похоже задание то есть перевести из одной точки в другую какую-то вещь это может со второго раза показаться очень сложным вот просто потому что во-первых как у меня такая фигня получилось что я вот здесь в шедере я бы мог например в альдибу полететь заправиться здесь и из альдибы либо в процион полететь либо в атлант сразу но альдиба захвачена крисанами до элги я тупо не долетаю потому что то куда я могу долететь как я уже говорил ограничено красным кружочком вот и мне приходится делать вот такой вот крюк тратить время когда я вот короткий путь вот от шедера вот он то есть это только одна из сложностей вот что может еще произойти вы прилетаете вот вы летите через несколько систем и на одну из систем в которой вы находитесь могут напасть крисаны и в этот момент вы можете вот видите как я говорил если из проционного вальдибы долетаем значит изольдей мы тоже можем могли бы долететь так вот так вот могут напасть крисаны их может быть при нападении очень много и все вас могут просто убить крисаны также вы можете прилететь в систему не захваченную крисанами а там раз и пираты сидят которые к вам враждебно настроены это кстати тоже бывает сложностью вот а пираты они обычно чуть-чуть сильнее чем обычные игроки так вот мы в атлане нам нужна планета умей это умей нет это эйланг это эйпин так кстати по моему это родная система фиан умей просто вот я помню по названиям планет вот по названиям планету умей эйпин эйпин так эйланг такой тут что-то много ребят летает толпой думал военная это транспорт так ну-ка 1200 наконец-то найдена ценнейшая чхаша вот кстати сейчас мы почитаем напомню что мы чхашу перевозили от пеленгов которые они совершенно нечаянно нашли вот и совершенно нечаянно решили перевести ее к фиенам спасибо так наконец-то найдена ценнейшая чхаша спасибо борис мы уже не чаяли когда-либо ее увидеть постойте что это с вами у вас вся спина белая да не как чхаша навела таки на вас порчу очень жаль очень жаль теперь нам теперь вам не поздоровится вас быстро укокошит в бою ну пусть хотя бы эти 1233 кредита вас утешит кстати ваш рейтинг борис вырос успешное выполнение данного задания спас подвигла нас обратиться в ближайший центр рейнджеров и выпросить для вас 63 дополнительных очков рейнджера вот конечно я это не так смешно прочитал как мог бы короче вот такие вот тут бывают юморные задания 1700 а тут еще блин а 20 22 пушки которые 20 и 22 весит слушайте давайте может быть я одну пушку продам вот этот который 63 весит 11 кредитов не хватает ладно пускай 22 будет все отлично все просто супер так хорошо давайте сейчас сохранимся вот и сейчас посмотрим что у нас тут Денеб захватывают а зато Велеса добивают в эту можно слетать но если я туда слетаю то обратно я не вернусь даже боюсь что вольтаир не получится прилететь кстати тут есть черная дыра должна быть по крайней мере давайте попробуем ее здесь найти так а кстати сейчас мы посмотрим 32 место может быть мы сможем себе что-нибудь прокачать нет нет пока ничего не можем так я хочу посмотреть 160 и 160 понятно еще долго короче так ищем здесь черн вот она черная дыра перед черной дырой мы естественно с вами сохранимся конечно надо было конечно да задумался и два раза конечно сказал хамаль захватили хамаль захватили ну это что где это где-то здесь короче да сейчас мы сохранимся перед ней перед черной дырой и туда влетим я что хотел сказать вот эти две пушки разрывные орудия они вообще не не предназначены для гипер пространство потому что вот стреляют такими вот зарядами они не очень удобные но грубо говоря у вас тут двое нифига себе то есть зато если там попадаешь этой пушкой по противнику то она там наносит приличный урон но как видите попасть их и по противнику не так уж и просто вот ну да ое замедление это плохо поэтому быстро улетаем отсюда ое аптечка классно хорошо хорошо что мы ее подавали и они дали другим противникам потом взять это есть один готов один готов ну-ка остался один противник он где-то там летает плюс еще видите в такое свойство пушки разрывной снаряда зеленая они летают до тех пор пока не столкнуться с либо с вами либо с противником железные жупи вот это хорошо и аптечку подобрал тоже неплохо железные жупи это очень хорошая штука такой вот артефакт у нас так и куда мы вылезли альтаир хорошо мы сможем в адрю прилететь посмотреть что там есть и давайте покажу вам что такое железные жупи колония железных жупи во главе с маткой увеличивать защиту корпуса на 5 единиц берем хоть какая-то защита у нас будет 8 процентов так пиратская база у нас тут конечно не знаю даже так давайте мы сейчас сохранимся прилетим в атрию как раз проверим сможем ли мы из атрии прилететь обратно вот вообще мне надо еще прилететь сдать ошметок на научную базу потому что это ускорит это ускорит а я успею нет отлично я наверное смогу подобрать хотя бы вот эти вот вещи так что 100 тут у вас пока мутенок рогид катаури как еще мутенок еще мутенок 3 мутенка ну на самом деле нет не такая уж и сильная армия тут я думаю что если так дополнительное сохранение делаем я думаю что если соберутся военная то они вполне могут освободить систему эту вместе со мной так не достаем пока эти ладно хорошо главное что там нет он не нонбусов не егемонов тем более вот нонбусы и егемоны это тут самые такие же жирные корабли против которых в одиночку пока что сражаться сложно мы обращаемся к вам с просьбой о помощи да в чем дело спасибо вам возможно у нас есть еще надежда если такой гуманист как вы придет нам на помощь на нашем борту раз разразилась ужасная эпидемия и никто не знает что это за болезнь все пассажиры на и экипажи зараженные несколько уже скончались эта болезнь неизвестна нашей науки и планеты нашей переписки раука отказала нам в посадке мы были бы обречены но один из наших пассажиров галец врач по профессии сообщил что симптомы этой болезни ему знакомы и на одной из гальских планет есть лекарство от нее продолжайте это планета дуэдэ в системе краа если бы у нас было достаточно топлива мы могли бы сделать слетать туда и сами но наше топливо было рассчитано точно до этой планеты теперь если никто не поможет нам мы погибнем рейнджер борис слетайте туда и привезите нам хотя бы одну единицу лекарства небольшое вознаграждение и благодарность от всех пассажиров вам обеспечены хорошо я сделаю что смогу только поторопитесь мы протянем не больше 68 дней ну-ка короче вот такое вот неожиданное задание у нас вот горит по раке сос сос это вот этот так ну-ка а куда нам дуэ декра а это же рядом совсем ладно за 68 дней это успею точно где нету еще прикалываетесь крис она опять борзеют так пушка 20 здесь 18 продаем здесь тоже продаем эти медикаменты увы им дать не получится так алкоголь вам алкоголь тут можно вообще продавать или нет так алкоголь можно продавать им хорошо короче смотрите вот эти вот такая вот красная полосочка значит что данный предмет здесь запрещен гальцы пьют алкоголь нифига себе я всегда боялся продавать у них этот алкоголь думал что он у них тут запрещен какие кальция мудрый раз они они же должны быть против алкоголя так края летим летим в краю возвращаемся сюда вы я вынужден вступить в бой снаутра прошу помощи нет извините я помогаю тут людям гальцем точнее у пилингов наверное алкоголь дороже стоит это шпилинги пилингов кстати продавать можно вообще все я не помню говорил это или нет у них там и наркотики и оружие и алкоголь вообще все можно продавать так окей где у вас галдог дуэды ну-ка вот дуэды собственно вот мы привезли прилетели в нашу родную систему вот я думаю что мы сейчас сделаем это задание и на этом задании мы с вами закончим серия маркап захватывает офигеть надо потом думать вообще что что вообще смотрите офигеть есть не было медикаментов пришлось ждать несколько дней тогда 4 июня 27 июля почти 30 дней осталось вот это поворот конечно тоже видите ситуация прилетели на планету на которую нам попросили прилететь и забрать медикаменты а там медикаментов и нет ситуация и сиди теперь типа жди сколько там неизвестно сколько дней короче пророки ну-ка водка к этому другу нам нужно прилететь так ну-ка что-то у нас поломалась так наконец-то скончались еще несколько пассажиров и второй пилот похоже у нас совсем не осталось времени вы привезли медикаменты с планеты дуэды да конечно держите сейчас попробуем так вот мы выкинули медикаменты что у нас сломалась радар точно офигеть нам нужно чинить радар короче защищаем медикаменты давай и захватывай своим захватом медикаменты необычайное лекарство кажется эпидемия остановилась и симптомы пошли на спад самое главное нам дают разрешение на посадку рейнджер борис пассажиры нашего скромного лайнера в знак благодарности сложились и переводят на ваш счет сумму в 330 кредитов огромная вам благодарность космосу нужно больше таких героев как вы вот смотрите летит садится на планету классно конечно 330 денег это не так уж и много на самом деле а вот почему сломалась потому что колесанская и протопузырь скоро сломается надо тоже починить и движок починить надо так хорошо смотрите тут вот что появилось 28 это двигатель импульсии и импульсный короче нам до сих пор нужны деньги сейчас у нас нет заданий ладно давайте сейчас вылетим на планету чтобы посмотреть на красивый космос вот он другалек наш дипломат который выжил благодаря нам вот собственно на этом я заканчиваю данную серию крисаны опять лютуют с ними надо что-то делать динебулу атакуют надо посмотреть а давайте все таки я еще кое-что сделаю я полечу в кра вот сдам ошметок колесанский мне за него дойдут денег вот я помогу ученым побыстрее закончить работу над штукой против крисан вот и на самом деле надо поскорее реально заработать заработать денег сколько-то по идее всего-то надо в два или три задания выполнить для того чтобы мы смогли приобрести какой-нибудь корпус помощнее вот у которого будет побольше жизни побольше свободного места вот мы с таким корпусом сможем у нас можем чувствовать себя увереннее в борьбе с крисанами вот и дроида надо приобрести дроид это очень хорошая вещь дроид он чинит наш корпус так где это рейнджеры это военная база вот летим сюда вот и собственно вот на этом точно закончим по крайней мере у нас две нормальные пушки где не было захвачено офигеть хотя видите тут регулус захватывают да уж да уж да уж на реально счета уже делать так ну ка это я вам продаю продажа 120 152 75 процентов нифига себе 3031 год у них тут говорят они опа лучи мед но он очень много весит так да на базах у нас заправиться нельзя так это мы это еще один рейнджер давайте с ним поговорим так ладно он летит на банану это планета такая в общем но вот такая вот серия получилась я офигею от того чтоб лес она опять бесятся здесь вот я думал что с ними будет попроще но на самом деле пока что есть есть надежда еще не знаю не знаю что я буду делать все вещи серия конечно предполагаю что я буду люто бешено и выполнять задания для корпуса а вот для нового вот но а сейчас я точно уже заканчиваю серию это была игра космические рейнджеры с вами был однорукий бояр дарис ставьте лайк если вам понравилось вступайте в группу вконтакте ссылка на нее будет в описании подписывайтесь на канал всем огромное спасибо за просмотр всем удачи увидимся с вами в следующих сериях и всем пока а Субтитры подогнал «Симон»